Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. В Новосибирске разразился скандал. Глава МВД Новосибирска подал в отставку, представляете, такого масштаба, после скандала с аудиозаписями. Что за аудиозаписи, давайте разберемся. На РБК у этой публикации уже более полумиллиона просмотров, люди интересуются. Я слышал об этом, но, кстати, что дойдет до того, что глава МВД Новосибирска подаст в отставку, это, конечно, никто не предполагал. Значит, глава Новосибирского ГОМВД, главного управления МВД Юрий Стерликов покинул пост на фоне скандала с аудиозаписью, на который, предположительно, сотрудница главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции и оформлять всех поголовно. Публикует РБК. Значит, глава ГОМВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал рапорт на имя министра МВД России об отставке. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального главка полиции. Накануне РБК сообщил, что полиция в Новосибирске начала служебную проверку после публикации аудиозаписей. Так что кто-то слил еще, понимаете, кто-то их, эти аудиозаписи записал, слил. Значит, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по числу протоколов, значит, на нарушителей самоизоляции. Ну, это вообще, это просто, как сказать, это не то, что нонсенс, это просто фантастика, понимаете. То есть, если это подтвердится на самом деле, да, и сотрудница главка действительно, действительно, сейчас якобы, а будет действительно, понимаете, в чем дело, значит, давала распоряжение делать определенное число протоколов на нарушителей самоизоляции. То есть, выполнять определенный план, то есть, был план, это говорит о том, что, собственно говоря, ну, за этим стоит чей-то интерес по выполнению этого плана. То есть, есть некий план, а откуда план берется? План не берется из неба, он берется конкретно откуда-то, понимаете. Как правило, спускается, спускается план, что нужно вот выполнить столько-то по самоизоляции. Это скандал, потому что, получается, что люди не то, что просто вышли, так сказать, и это что, тогда надо людей, а если все выполняют в Новосибирске все предписания, тогда надо людей что-то из квартиры вытаскивать на улицу и штрафовать, получать, чтобы план выполнить. Значит, некое есть, а если есть план, значит, есть, ну, предположительно, сейчас же идет проверка, мы не можем утверждать, но если есть план, значит, есть и определенная заинтересованность в выполнении этого плана. Значит, в чем-то есть какой-то глубокий тут метафизический смысл, уж простите меня, да, в том, чтобы этот план по выписыванию протоколов со штрафами, да, тем, кто нарушает самоизоляцию. Значит, запись появилась 21 апреля в телеграм-канале «Омбудсмен полиции». На них женский голос требует оформлять всех поголовно с 16 лет на площади Ленина, в парках и скверах, за исключением женщин с колясками и стариков. Пощадили. Автор голосовых сообщений уточняет, что протоколы должны быть сегодня, в кавычках, это цитата из аудиозаписи, и опять цитата, и в достаточно хорошем количестве. «Омбудсмен полиции» приписал голос начальнице службы участковых из ОМВД Новосибирска. Фамилию, имя, я думаю, не стоит зачитывать, ибо идет проверка, и мы пока не знаем, действительно это так или нет. Это лишь телеграм-канал приписал голос, значит, вот этой вот, соответственно, женщине из ОМВД. Юрий Стерликов возглавлял Новосибирское МВД с февраля 2015 года, да, и далее идет такая небольшая справка. Президент России Владимир Путин утвердил введение штрафа за нарушение карантина в начале апреля, в частности, за нарушение гражданами санитарно-эпидемиологических мира, повлекшую угрозу обстранить заболевание, предусмотрено наказание введение штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей. По данным правительства Новосибирской области, полицейские направили в суд 313 протоколов за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске, в Новосибирской области, простите. Сумма штрафов по ним составила почти полтора миллиона рублей, передает РБК Новосибирск. Ну, то есть, можете себе представить, да, вот, для чего может быть нужен план? Ну, для чего вот он нужен, да? Ну, потому что есть определенное количество, да, людей, которые вы можете оштрафовать. Представьте, какие-то деньги вообще. Ну, вот, если взять и штрафовать во всех населенных пунктах страны, да, людей, которые там нарушают самоизоляцию, а если их там, они все выполняют, ну, надо вот найти, я же... Представьте, насколько, какая это вообще, ну, какие-то вливания, грубо говоря, в бюджет, в казну. То есть, за счет одних штрафов по самоизоляции, понимая, так сказать, недисциплинированность наших граждан, кстати говоря, мы оказались крайне дисциплинированными, и очень многие люди, больше процентов все-таки действительно находятся в самоизоляции, понимая, что это наиболее эффективная мера профилактики коронавируса, да, значит, и вот, наверное, проблема в этом и возникла. В Новосибирске, видимо, люди вообще крайне дисциплинированы, ибо и не так их много, как рассчитывали будет на улице. И это, представляете, по всей стране штрафовать, это насколько можно по полным бюджетам, от 15 до 40 тысяч рублей, это же просто фантастика. То есть, полтора миллиона рублей сумма штрафов по ним составила. РБК Новосибирск передает. В частности, в нескольких торговых центрах продолжали, продолжали в центрах работать фитнес-клуб, солярий, магазин мебели. Также полицейские вывели 61 жителя, нарушившего режим самоизоляции. 42 из них выписан штраф на сумму более 600 тысяч рублей. 42 из них выписан штраф на сумму более 600 косарей, понимаете, в чем дело? Значит, и, собственно, вот поэтому глава МВД по Новосибирской области подал рапорт об отставке. И вот еще здесь публикация сразу в тему. В Новосибирске МВД, это до этого было, проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции. В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей. Требует сотрудница местного главка выполнения плана по протоколам на нарушителей самоизоляции. Значит, и, ну вот я уже сказал, должны быть сегодня протоколы в достаточно хорошем количестве. Позже она заявляет, что с каждого района необходим около 10 протоколов, и сотрудники полиции должны работать, пока не остановят достаточно нарушителей самоизоляции. Вот так. Значит, ну, у меня опять-таки вопрос, а если их недостаточно, а что сотрудники полиции должны из квартиры вытаскивать людей и говорить, что он нарушил? Значит, позже телеграм-канал опубликовал обращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой провести служебную проверку силами центрального аппарата МВД России в отношении начальника ГОМВД по Новосибирской области Юрия Стерликова и вот этой женщины. Канал указал, что служебная проверка региональной полиции может быть необъективной. То есть служебная проверка та, которая будет на уровне региона. И, собственно, вот итогом стало то, что в добровольном порядке, значит, глава Новосибирска, Новосибирской области, я так и не понял, Новосибирска он или Новосибирской области? Нет, глава ГОМВД по Новосибирской области Юрий Стерликов, да, значит, это подал, подал в отставку. Ну что ж, если подал в отставку, что мы можем сказать? Правда это или нет, мы не знаем, но, значит, какие-то были основания полагать, что это возможно правда, да? Ну то есть вы понимаете, что если это неправда, тогда человек на такой должности, какой ему смысл там подавать в отставку? Наверняка у себя там тоже разобрались, сферили голос на аудиозаписи. Наверное, какие-то основания нашли полагать, что возможно это правда, и тогда, кстати, главе полиции, ну, какие репутационные потери он понесет в первую очередь, получается, да? Ибо если они от сотрудников требовали выполнения плана, штраф по самоизоляции. Для чего тогда этот план? Это вообще просто, понимаете? То есть сотрудники полиции наоборот как-то стараются, как был репортаж в Москве, вот два сотрудника рассказывали, что они ходят, предупреждают людей, что говорят, мы не хотим забирать людей там последнее, грубо говоря. Понимаю, что у них и так сложная экономическая обстановка. Другие штрафуют всех подряд, да? Но тут наоборот должны быть на стороне людей. Понимаю, что основной задачей является профилактика в плане там, объяснить людям, что не нужно этого делать, не забрать последние действительно копейки у людей, которые остались без работы там и сидят им, детей нечем накормить, да? А объяснить, что все-таки наиболее действенная мера профилактики – это самоизоляция. И там, если вы решили побегать пойти, или решили в парк погулять пойти, или куда-то съездить, то, если это действительно терпит, и, значит, вы там не хотите выписывать цифровой пропуск, или еще что-то по какой-то уважительной причине, лучше остаться дома. А здесь получается план для того, чтобы наоборот собрать людей побольше, получается, так? И, ну, получается же, видите, план для чего собирать, еще раз скажу, перед кем-то отчитаться, понимаете? То есть за ним какая-то должна быть, за этим планом, цель этого плана. Ну, вот такая новость. Пишите ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому нравится. Всем пока, ребята. До встречи.